Субтитры создавал DimaTorzok Аэродром Мирный в Якутии. Аэропорт Внуково, Москва. Эшелон 10600 метров. Три часа. Полет нормальный. При входе в зону ответственности Сыктывкарского диспетчерского пункта происходит отказ электрооборудования самолета. Командир экипажа Евгений Новоселов успевает доложить об этом на землю. На этом связь прерывается. Из строя выходят оба передатчика. Самый ужасный, самый неприятный момент изначально, потому что мы остались без... Ни нас не слышат, ни мы никого не слышат. Даже приборы навигации, все электрические, которые отказали, электронные. Но диспетчер, если бы была связь, он мог нами управлять и говорить, куда нам вправо, влево, вниз, вверх. Без электричества не работают насосы. Через некоторое время экипаж понимает, что в расходном баке топливо осталось на 30 минут полета. Сначала сработала вот эта лампочка, сигнализирует подключение резервного источника. Впоследствии по этим всем приборам, которые вот здесь написаны на амперметре, было определено, что сеть постоянно только не работала. Пилот принимает решение пробивать облачность и искать место для аварийной посадки. Мы решили, что сейчас на безопасной высоте найдем просвет и как только закончится облачность, мы перейдем на визуальный контакт. И будем искать, то есть определимся в свое местоположение и будем искать площадку. Вот тут-то как раз и выручил, ставший теперь уже знаменитым, стаканчик с водой. Пить, можно? Не водка? А то еще, еще побольше. Вот, еще побольше. Стаканчик стоит, да? Делаем крен. Он зафиксированный по стакану. Делаем крен. Куда вода переливается? Значит, крен появился, чтобы выровнять стакан. Вот это горизонт ровно. Да, а вот это вот ровно, выровняй стакан, опа, значит, крен нужно убрать. Делаем крен. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь в обратную сторону DimaTorzok Влево Это же нормальное явление, вся тропежная сила, прижимайте ее Вот DimaTorzok Все Все, закончился Сейчас в кабине пилотов того самого самолета можно без спешки рассмотреть, какие именно приборы тогда не работали Командный пилотажный прибор показывает пространственное положение самолета Он отключился Высотомер отключился Ну, в принципе, был тот, который не электрический, поэтому высоту не контролировали Положение закрылков отключилось Все приборы, пилотажные, навигационные, все было отключено На самом деле, в тот момент времени у экипажа было в обрез Скорость большая, высота маленькая, как вот можно сориентироваться? Естественно, мы выходим на... А выше нельзя, там облачность? А выше нельзя, там облачность Мы выходим на эту речку, смотрим там остров на этой речке, ну как остров такая Там был раньше аэродром, нам уже местные сказали Мы решили планировать туда И уже когда Андрей стал выполнять заход вправо, чтобы зайти на эту полу Ну, как потом выяснилось, там тоже площадка была Ну, я увидел этот бетонный аэродром Дальше экипаж работал профессионально Сделав два облета, Ту-154-й пошел навстречу бетонной полосе В это время в салоне пассажиров предупредили о посадке Выпустить закрылки не удалось 80-тонная машина коснулась земли на скорости почти 400 км в час Задрав нос кверху К концу полосы скорость удалось погасить до сотни Но впереди был лес Когда мы выскочили за полосу и въехали в этот лес Хоть и Андрей сказал, что скорость была 100 км в час Нет, я уже спокоился Андрей был спокоен А я вот за весь полет, я только, можно сказать, тогда и испугался Потому что уже стало мне обидно Ну как так, мы приземлились, мы сели, мы тормозили Мягко, главное сели Неужели в этом лесу сейчас найдется вот такая береза, которая даст мне полбу И все, и на этом все закончится И в самый последний момент я сказал, боже, помоги нам Уже когда мы ломали деревья, уже и самолет установился Вот как не верить Увидев по бокам тайгу, пассажиры поняли, насколько необычной была посадка Выходные пожарные открыты Там улица, везде лес Впрочем, по словам пилотов, во время посадки без жертв не обошлось У меня кто-то из ребят, там, ну уже МЧС был, по-моему, или милиция, говорит Так, слушай, командир, у нас есть жертвы Я ничего не понимаю, какие жертвы пассажиров, все это Посадили в автобусе, счастливы, довольны Я говорю, что случилось? Говорит, да зайца задавили У меня отлегло от души Шуточки, наверное, да? Ну, у вас это шуточки, товарищ майор Это теперь члены экипажа могут позволить себе пошутить Их профессиональная работа и необыкновенная удача Спасли жизни 81-го человека Уже потом журналисты разыскали записи в журналах учебного центра подготовки пилотов И увидели, что этот экипаж отрабатывал различные варианты аварийных посадок Нашли характеристики из училищ и встретились с однокурсниками За время работы показал себя с положительной стороны Можно сказать, что вот на таких ребятах и Россия матушка держит Счастливый конец в этой истории мог бы и не наступить Если бы, во-первых, самолет летел ночью Во-вторых, была бы сильная облачность В-третьих, посадку пришлось бы совершать в горах В-четвертых, не было бы случайно обнаруженной полосы Если бы самолет был другой модели Например, с низкорасположенными турбинами двигателей Перечислять можно долго, но факт остается фактом Самолет практически цел, люди остались живы Ну а в причинах отказа техники разберется специальная комиссия Присвоено звание Героя Российской Федерации Ломанову Андрею Александровичу Командиру воздушного корабля Новоселову Евгению Геннадьевичу Командиру воздушного судна Каримов Рафик Ахмеднурович Бортинженер Талалаев Сергей Владимирович Штурман АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова В принципе свое Мы в БАД проводили расследование Меня увлекали туда как экспертов Примущего дочек испытательного самолета Как экспертов Говорит о чем? В общем Сами себе создали Будь здоров в ситуации Потом сами же Просто Да, с честью повезло Я думаю АПЛОДИСМЕНТЫ По одной простой причине Я сейчас объясню Вы со мной согласитесь В общем Итоги Значит Довыполняли полет Шли на Москву Значит Вы 150 человек Представляете Бортинженер Отдельно Пилот МТ Но в руководстве Полетной эксплуатации Написано Через 25-30 минут Командир корабля Должен повернуться Посмотреть Что там Бортинженер Бортинженер 58 минут спит Представляете Представляете Потом признался После того как его Орденом Дружбы Народа Какой Дружба Народа Орденом Мужества Наградение Звечет За множество А теперь Представьте 154-й Да, самолет У него Значит Система постоянного тока Которая есть Ну состоит из четырех Аккумуляторов Два по правому борту Два по левому борту Вот он через 58 минут Просыпается Он смотрит АЗС Выбил И горит Красная лампочка Что включился Один аккумулятор По борту Что делает Бортинженер Он снова включает Снова выбивает Его Он снова включает Вы поняли Значит Что-то какая-то неисправность С аккумулятором Куда ж ты его дальше включаешь В общем Он довключался до того Что второй Аккумулятор Тоже по борту Стал включаться Ну как Все Кто водит машину Знают Водители говорят Аккумулятор закипел Так и тут Оно по авиации Говорят Тепловой разгон Аккумулятора Одного и второго По одному борту И часть приборов Стала выключаться Часть приборов Стала выключаться Летчики Сколыхнул И что там у тебя Как чего Он недолго думает Да сейчас Сейчас берет Переключает Правый борт Вот этот Который замкнутый Подключает На левый борт Левый борт К правому борт И закипает Там еще два Аккумулятора Прибор начинает Подключаться все И тут началось Все Надо садиться Туда В общем Конечно Эти сказки Что борт Стакан воды поставили По стакану воды Заходили Все это уже Ну кстати Это да Я после этого Когда Стучилось Я полетел Поставил стакан воды И посмотрел Как он будет реагировать На исправном естественно Самолете Взял Налил стакан на козырек Поставил И начал его маневрировать Причем Маневрировал не так Что плавно Действительно Одинаковые То есть Если перегрузка один То хоть как Конечно Конечно В общем итоге Потом выскакивают И значит Водоблака Увидели реку Первоначально Они хотели На берег реки Тут штурман увидел Вот эту полоску Ну боженька Поднес эту полоску Я так считаю Ну полоску Все начали заходить Ну при этом Что с такими Отказами Не выходят Закрылки Раз Механизация Крыла Ну как мы говорим Не выходят Значит заход на чистом крыле Вес у них Если память меня не отнимает Это 85 То 86 тонн Был вес Пассажир Там было Не помню Салон И пролетели Ну да Да И так Ну вот такой вес У них значит Был Они делают Один заход Второй заход Ну заход делаете Один второй Третий Ребята Штурман Оттолкните Да вы видите Летчики полосу Так штурман Оттолкните Вытащи руководство Посмотрите скорость захода Какая на чистом крыле Ну они заходят так как привычнее Нос вниз Скорость 410 Держали они заходят А по руководству Если посмотреть С таким весом 375 375 Ну заходят Естественно Садятся Там И все прочее Едут По полосе Потом Начинают уклоняться Опять Боже это помог Я с этим командиром говорил В конце со мной согласился Ушли влево Левая стойка выезжает на грудь И как раз попадает в просек И как раз по этой просеке еще Поехали встали Ну и потом Там Когда мы поднимали машину В общем В итоге Я посмотрел Там лесотун Понимаете Если б был бы мощный лес Как в средней полосе И они ровно так бы выехали Там бы Не было бы просек Экипаж пополнял Он был здоров Как и все прочее В общем Такая партия И потом С вашим Бывшим вторым пилотом Мы встретились в Саратове Я в Кисловодске Через год После этого случая Ну и После завтрака Выхожу Вдруг подходит Какой-то мужик Вроде лица знаком И говорит Здравствуйте, Роберт Иванович Я говорю Здравствуйте Вот я Да Нет, он не Ломанов Он второй Другой Новоселов Новоселов Да, Женя Новоселов Я вот Женя Новоселов Вот оттуда Я Понятно И вот мы с ним Десять дней Он за мной ходил По санаторию Я вокруг санатория Воспитывал Все Эти десять дней На седьмой день Поганая Митвой Я извиняюсь За выражение Получил автор Божественно